Доброго дня! Вы смотрите программу о животных с необычным названием «Хочу домой» на телеканале Самара Гиз. Это программа о брошенных собаках и кошках. Кстати, и других животных, и тех хвостатых, кому повезло найти себе новый дом и хорошего хозяина. Итак, коротко, что вы сегодня увидите? Это, конечно, наши традиционные видеовизитки. Обратите на них внимание, мы представляем информацию о собаках и кошках из приютов и смес временной передержки. То бишь, если вы хотите взять из приюта животное, смотрите наши видеовизитки. Все собаки проверены на отсутствие первичной агрессии и социально безопасны для людей. Далее. Так как сегодня наша тема беседы будет касаться специальной дрессировки, то и сюжет будет посвящен четвероногим труженикам собаки-поводырю, которая помогает жить и работать необычной молодой паре. Ну и беседа в студии гостя Андрей Храмов и его напарник по новому проекту приюта и общественной школы специальной подготовки Егор Животков. Здравствуйте. Добрый день. Ну, расскажите, давно у нас не было таких новостей, что открывается новая школа. Что это за проект, его название, ну и каковы цели? Основно открывается на базе приюта ветеринарный центр содержания и дрессуры. То есть планируем заниматься именно животными для специальной зоны, скажем так, военных действий. То есть есть востребованность, есть обращение. Соответственно, решили обратить на это внимание и заняться данной проблемой. Скажите, а вот что собак, которые готовят в специальных подразделениях, на их не хватает сейчас, на тот момент? Ну, запросы даже от специализированных органов, скажем так, не только разглады, и гуси, в том числе, есть даже на разведении, но это отдельный вопрос. А здесь именно мы хотим обратить внимание на специализацию собак. То есть здесь разделение именно по дрессировке, то есть направлении дрессировки. То есть специальная дрессировка – это защитно-караульные службы, а мы хотим обратить внимание на спасатели, скажем так. Это поисковики, то есть это завал, какие-то там катастрофы, возможно, еще что-нибудь. То есть это специфика такая, позволяющая более гибкая и позволяющая использовать специализированных животных. Да, были у нас даже проблемы с методикой, с разработкой методики в связи с тем, что у нас сейчас развивается, много всяких ноу-хау, отвлекающих моментов, скажем так. Поэтому методика будет дорабатываться, согласно специалистов. По сути, в планах создать приют, новую школу или… Скорее всего, это будет на базе приюта, потому что у нас есть определенные требования к приютам, да, то есть они квалифицированные, разработанные специалистом, и уже на базе приюта будет разработан, то есть установлен ветеринарный центр содержания и дрессуры, куда будут привлекаться специалисты, причем разнопрофильные, как и гражданского профиля, так и уже имеющие определенный опыт. Также одна из нюансов, что и планируется у нас, это привлечение не только, скажем так, специальных собак к разведению, а именно еще попробуем, то есть мы не знаем, как будет, приведем первую группу, и это бездомных собак, возможно, подростки, а попробуем каких-то уже более взрослых и посмотрим, какой будет результат. Андрей, ну вот так как вы раньше все-таки занимались отломом, сейчас эта функция, она будет оставлена, или все-таки вы отойдете от нее, от этой функции? Она как бы подразумевается, так как приют есть, если будут обращения с администрацией, скажем так, при необходимости, так как здесь двойная цель, то есть если нам нужно пополнение, то, а у администрации есть нужды, то почему бы не привлечь, особенно если там будут платят скутяться, подростки, возможно, и у больших собак бывают, да, какие-то нюансы, то есть попробуем провести их через программу, и уже на зачетном они себя покажут, как они справляются с поставленными перед ними задачами. То есть тут немножко подольше будет, потому что придется определить предрасположенность к тому или иному направлению, то есть не с нуля, то есть в этом маленечко будет сложнее, но как бы цели к этому есть. Егор, я так и понимаю, что вы как профессионал, или еще пока только учитесь, или как профессионал-кинолог, вот что в вашей компетенции? — Дело в том, что я являюсь участником СВО, специальной военной операции, и находясь на СВО, я понял, что четвероногие друзья — это самые лучшие часовые поисковики, и вот отсюда возникло такое рвение, желание помочь как-то нашим ребятам, которые сейчас находятся там на передовой, на фронте. — А какие породы там больше всего вы встречали? Лабрадоры, овчарки, я не знаю, спаниельки? — Когда я там находился, я вообще собак рядом с собой не видел. Поэтому у меня и возникла такая мысль, что четвероногие, они должны быть рядом для того, чтобы помогать. И на самом деле пребывание четвероногих друзей в зоне СВО облегчит положение наших ребят. — А вообще что-ли не было собак? Или их не использовали? — У нас не было. — Или очень редко были они? — Где-то, конечно, они были. — А насколько они там могут быть полезными, скажите мне? — Они могут быть очень полезными. Во-первых, легко будет находить раненых бойцов. Мы будем понимать, если собака замерла, остановилась, значит, там человек, значит, он живой. И все силы необходимо бросить туда для того, чтобы его вытащить. Собаку можно использовать как инженера. То есть по запаху она будет определять, заминированная территория, либо нет. Очень много, на самом деле. Использовать как часового. — Ну вот, насколько я знаю, что сейчас некоторые школы в России готовят собак для того, чтобы слушать как раз приближение дронов по звуку, по слуху и так далее. — Ну, конечно, это тоже очень востребовано, потому что, на самом деле, огромную помощь четвероногие друзья бы оказали, если бы, на самом деле, это все поставить в определенную систему, и это заработало так, как нужно. — Спасибо большое. Итак, время смотреть видео-визитки. Еще раз, для зрителей этой информации, для тех, кто хочет взять собаку из приюта, только здесь мы проверяем собак и кошек на отсутствие мотивированной и немотивированной агрессии. То есть, так, чтобы собака была безопасна для вас и окружающих. И обращаем внимание, что после каждой видео-визитки мы указываем номер телефона, по которому вы сможете дозвониться непосредственно в приют, где отдают собаку или кошку. Итак, смотрим. Обратите внимание на эту собаку. Заберите ее из приюта. Она достойна хорошего владельца. Попала пару лет назад со щенками в приют. Далее ее удалось пристроить, но через пару лет вернули назад. Сейчас ей ищем нового владельца. На данный момент собачка знает какие-то базовые команды. То есть, она знает, как сидеть, дать лапку, зайку выполняет, лежать. В принципе, собака подготовлена к городской жизни, городской среде, к домашней жизни, к жизни в квартире. Хорошо ладит с кошечками, с детьми и в любом случае с любым абсолютно человеком, ориентированным на человека и готова к контакту. Обратите внимание на Джесси. Ей сейчас около двух с половиной лет. И передайте информацию о ней своим друзьям и близким людям. Заберите Джесси из приюта. Обращаться 8-927-006-1161. Эта Стейси, ей около двух лет, попала по программе ОСВВ из Новокуйбышска в зимний период в очень истощенном виде. Ее откормили, подлечили и начали искать ей нового ответственного владельца. Она человекоориентирована абсолютно. То есть, гуляет, мы ее даем, на поводочки ходит, пожалуйста. Абсолютно. То есть, особо никаких не нужно с ней, там, ее воспитывать. Вот она, спокойная собака, активная, молодая. Все, пожалуйста. Только в камеру не сможет. Стейси очень нужен свой владелец и свой дом. И она вознаградит любовью и преданностью. Для лучшего понимания и послушания с ней нужно немного позаниматься с инструктором. И она способна ходить даже без поводка. Обращаться 8-927-692-13-13. Эту собаку поймали еще совсем юным псом в дачном массиве 15 микрорайона. В прошлом году с ним удалось немного позаниматься и сделать из него социализированного пса. Сотрудники приюта Лакшми надеются найти ему нового владельца. Обратите внимание на Патрика. Сейчас он абсолютно контактный. Готов к проживанию также в квартире, в городской среде. То есть, он, исходя из своего любопытства разведать что-то новое, очень хорошо адаптировался, умеет гулять на поводке, в черте города, не боится людей. И очень-очень любит веселые прогулки. Внимание! Пристраиваем собаку по кличке Патрик. Заберите его из приюта домой. Ему очень нужен свой теплый угол с хорошим, добрым владельцем. Или передайте информацию своим друзьям, что есть такой пес Патрик. Ему нужен дом. Обращаться. 8-927-006-1161 Скажите, пожалуйста, какие парон собак вы все-таки планируете привлекать? Есть какие-то предварительные вообще наметки? Предварительные наметки – это служебные собаки. И так как нас просят специальные органы, это у нас все-таки больше овчарки. Причем у нас, как и среднеазиатские будут, это для ЗКС защитно-караульные. Если ГУФСИН – это конвойные службы. Если МВД – это больше у нас восточники, как правильно. Но немцы – восточники. То есть у них по тендерному заданию они сами уже определяют. Но такой у них запрос есть. В последнее время у них с заводчиками оказалась нехватка. И когда они объявляют конкурс, никто не заявляется. У вас все-таки идет из прошлого, что вы любите собак, и вы сейчас задумали новый проект. Да, это основной из прошлого. Потому что мы и занимались постоянно с собаками, есть определенные наработки. Уже знаем определенные нюансы. То есть мы их доработаем, исправили, изменили. Смотрели еще служебные споковозства. Посетили МВД-питомники специальные, причем губсиновские питомники. Специально на обучение. Это у нас с Министерством обороны мы работали. Тоже было тяжело, но как бы не очень неохотно расслабили свои методики. Ну, на самом деле мы ведем переговоры еще и для адресуры с полигоном Бондаренко, Григория. Для того, чтобы собака именно привыкала к выстрелам, громким хлопкам и так далее. Чтобы она вела себя в любой экстремальной ситуации совершенно спокойно и выполняла поставленную перед ней задачу. То есть также собаки были в окопах, не знаю, ну как это было, во время Великой Отечественной войны, наверное, то же самое, да, так же примерно? Ну, да, да. Насколько действительно будет стратегически необходим использование таких собак, вот где приграничных зонах, в линиях боевых соприкосновений, или уже непосредственно на линиях боевого соприкосновения? Как вы считаете? Ну, на самом деле четвероногие... У вас способны собакой идти там и задерживать того же самого, не знаю, там, нарушителя? Конечно, способны. И на самом деле собаки они будут полезны. Именно там, где-то там в домах, там так далее. Полезны везде, не только на линии соприкосновения, но, повторюсь, и для поиска раненых. Очень часто бывает, что там под завалом обнаруживают человека, а он еще живой, его можно спасти. Такие ситуации бывают. Но вот как раз собака – это первый помощник, это лучший поисковик. Ну, вот самый главный вопрос, хорошо. У вас вот такой проект, да? Из чего будет состоять ваш центр? Что это будет? Вольеры, казармы или что? Или какие-то здания, строения? Как вы планируете? У нас будет, у нас как бы есть требования Министерства Российской Федерации к приюту. По нашей цели это, да, хорошо, потому что там хорошо расписано содержание. Здесь мы маленечко делаем гибрид в том плане, что будем использовать как служебное сопоководство, поэтому у пограничников мы взяли содержание вольеры, то есть это идет и веранда, и выгольная площадка, и утепленная бугодка в веранде. Также мы берем гибрид у пограничников, это более детально расписано, это зона тренировки. То есть это полоса препятствий, это определенные, скажем, там размеры, потому что вот с этим была большая проблема. То есть если мы даже обращались с дрессировщиком, каждый, на данный момент, как мы увидели, каждый приспосабливается как может. И, соответственно, каких-то определенных требований, например, как в цирке, да, там такая-то площадка нет. И в этом есть относительная сложность. Собаке, которая привыкает на одной дрессировочной площадке, тяжело в дальнейшем адаптироваться к реальным условиям. И здесь мы, поэтому, как раз, коллега мне уже сказал, что мы будем использовать тиры военные, чтобы первая собака сменяла обстановку, вторая привыкала работать под шумы стрельбы, отвлекающие какие-либо маневры, то есть это уже как раз у нас в программе предусмотрено. По самой площадке, да, она у нас будет ориентирована полностью соответствовать приюту, то есть там будет ветеринарный комплекс, там будут отдельно карантины, туда будет заложен у нас изолятор, что если вдруг заболеет, чтобы это не было на одной территории. Более того, скажу, что у нас не только для собак это будет рассчитано на территорию, у нас побольше, чем даже у меня было до этого. То есть мы уже учли, что не хватает той территории, как положено, чтобы сделать зональности. В первую очередь у нас это будут только собаки, это вольерное содержание, там у нас есть утепленный ангар и капитальное строение. Вкратце скажу, что нам передали это база бывшей скорой помощи, поэтому там капитальное строение кирпичное, и они рассчитаны под медиков. Соответственно, вот где эти медики были у нас, фельдшеры, врачи содержались, они с водой, с отоплением и небольшие кабинетики. Тех мы планируем или под маленьких собак, норных, например, да, они более как бы в плане поисковиков, более как бы их проще обучать. Они уже сами настроены, только их надо маленечко направить на что. И также планируем уже кошек в дальнейшем попробовать. Вот все хорошо, да, вы все расписали, все замечательно, но вопрос, как говорится, кадры решают все, да. И успех нового проекта, это, естественно, насколько будет у вас персонал обученный и вообще как бы способный работать в таких условиях, как вы планируете. И, соответственно, ну опять же, профессионалы, да, но где вы будете брать профессионалов? Профессионалы первые мы сейчас обратились опять же к пенсионерам у нас, сотрудникам, это первое. Кузню мы подготовились, мы работаем сейчас, сотрудничаем с Ульянским институтом. Там мы попросили, первое, это будут открываться кинологические курсы, а в дальнейшем они попробуют рассмотреть программу, а отправить именно кинологов. Пробный уже один курс запустился, что из этого получится, как бы период долгий, посмотрим. Но в быстрой перспективе это будут какие-либо курсы. Курсы тоже сложно открыть, потому что сейчас программа, она дорабатывается, скажем так, но в ближайшем, например, 25-й год первый курс как бы планируется. Сами, то есть я до сих пор как бы провожу дополнительные высшие как бы образования, но там она более расширена, ветеринарная, скажем так. И когда будет кинологический, мы тоже, соответственно, сами эту программу пройдем. Спасибо большое. Итак, предлагаю прерваться на несколько минут и посмотреть сюжет о работе собаки-поводыря, а главное, как справилась со своей огромной проблемой молодая пара и собака помогает им жить. Родились и жили в Челябинске. Оба росли в разных семьях, в нормальных условиях, не зная друг друга. Однако ближе к 25-ти неожиданно объединил их общий недуг, наступившая слепота. Познакомились Анна и Валентин на Алтае в реабилитационном центре для слабовидящих, где их учили заново жить, но уже в других физических условиях. Около года дружили, потом решили пожениться. После учебы в реабилитационном центре на Алтае возник вопрос выбора профессии. Я с музыкой вообще не имела никогда никаких общих дел, пока не ослепла. Ну, то есть где-то там под гитару в компании друзей, понятное дело, где-то в детстве в театральной студии, в спектакле, да, тоже было, но никогда не возникало мысли заняться этим серьезно. А когда зрение потеряла, то пришло осознание, что заниматься-то особо и нечем слепому человеку. Это либо какая-нибудь юриспруденция психологии, либо массаж, либо музыка. Ну и выбор пал на музыку. И вот когда мы уже с мужем познакомились и поженились, мы поехали учиться в Курский музыкальный колледж для слепых. Единственное заведение в России, где люди, ну, с особенностями зрения могут музыкальное образование получить. Закончив его, решили повысить уровень музыкального образования только уже в Самаре. Приехали и поступили в Институт культуры два года назад, в 2022-м. Здесь их приняли без особых условий, наравне со всеми. Однако недавно условия поменялись. В семье Анны и Валентина появилась собака. И не случайно. А после одного, в прямом смысле слова, провала. Когда мы в 2022-м году поступили в Институт, начали изучать потихоньку город и, ну, собственно, ходить пешком. И в один прекрасный день мы шли из Института, и я провалилась в яму. Вырытая яма была для, видимо, каких-то коммунальных работ. Я в нее успешно очень провалилась. Яма глубиной примерно метр пятьдесят, то есть, как я. Надо отдать должное Вале, он даже руку мою не выпустил. Вытащил меня и отряхнула свое прекрасное светлое пальто, которое было испорчено грязью. И, вернувшись домой, написала заявление в школу подготовки собак-проводников. Потому что поняла, что такого я больше переживать не хочу. Написала. Ей ответили и поставили на очередь, которая длилась на протяжении двух лет. Аня не раз думала, как будет встречать собаку, как уживутся и будет ли от нее помощь. Настал час, когда они поехали в подмосковную школу в Балашихе. Там определились с породой, прошли двухнедельное обучение, сдали экзамены. И вот он, пес, у них дома. Но перед этим, когда сообщили, что нужно ехать за собакой, Аня испытала легкую панику. Я два года готовилась к тому, что вот однажды это будет тот самый волшебный звонок. Но когда на самом деле мне пришло это сообщение, что приезжайте 2 сентября, первая мысль у меня была билеты, еда, одежда, чемодан, собрать всех, предупредить в институт, заявление, учеба. Невероятный поток мыслей. Пришлось прям взять паузу, налить себе чайку, все это разложить по полочкам. А потом уже пришло осознание, что, господи, неужели, неужели два года ожидания, и мы едем, едем вот за этим вот сокровищем. 8-9 месяцев уходит на подготовку собак-поводырей. Очень строгий отбор по темпераменту. Мечта Ани и Валентина сбылась, но теперь процесс адаптации. А главное прийти с ней в институт и какова будет реакция студентов и преподавателей. Хотя последние о собаке восприняли информацию весьма спокойно и с пониманием. Ну, в первый день было, конечно, очень забавно, потому что никто не знал, кроме руководства, о том, что появится собака. И простые студенты и рядовые преподаватели просто поворачивают в коридор, а там собака. Естественно, первая фраза – о, собака. К собакам такого плана существует особое отношение. Это не просто домашний любимец, а своего рода сотрудник, отвечающий за жизнь своего владельца. Если нужно, остановится, приведет в магазин. Если что-то упало, Снежок, такое назвали, обязательно подаст предмет в руки. Таковы правила рабочей собаки. Преподаватели шутят – Снежок скоро сам запоет. Пока Аня и Валентин занимаются, пес ложится под стол или возле хозяйки. И кажется, что на время отключается от окружающей обстановки. Но это лишь кажется. На самом деле, он бдит и в любую секунду готов прийти хозяевам на помощь. Однако, Снежок не всегда в жизни такой серьезный. Шлейка – это исключительный режим работы. Как только шлейка снимается, все, он превращается вот в этого придурковатого пса, который «Хе-хе-хей, пойду понюхаю, все на свете!» Что-нибудь обязательно пожую, да. Поэтому, когда снимается шлейка, это все. Если мы на улице гуляем по каким-то туалетным делам, то это намордник и поводок. Если это дома, то это просто обычный ошейник, и он уже там ходит, веселится, делает все, что ему нужно. Ну, живет обычной собачьей жизнью. За несколько месяцев Снежок привык к своим новым владельцам, к маршруту следования и к окружающей его обстановке. Принял на ура и музыкальные уроки. И его теперь можно назвать не только пес поводырь, но и собакой с музыкальным образованием. Осталось ему еще запить. Какие сроки, чтобы запустить данный проект? Срок конкретных мы не ставили. То есть, в основном, будем стараться работать на результат. Но даже для себя мы разделили поэтапно. Первая очередь, вторая очередь, третья очередь. Первая очередь – это у нас как раз организация вольера, организация содержания. И обязательно ветеринарный комплекс. То есть, чтобы у нас был уже карантин, чтобы у нас была ветеринарная служба. Здесь мы работать будем не только собственными силами, но также будет превращаться государственный ветеринарный надзор. То есть, у них уже есть готовые специалисты, плюс мы с ними близко сотрудничаем. То есть, это на кузне кадров, скажем так. То есть, это будет наше подспорье. То есть, так как сразу у себя и лабораторные анализы, и, например, рентген, и УЗИ, мы не сможем. То у нас специалисты будут использоваться в государственном учреждении, где будет полный комплекс. Тихонечко постараемся все это сделать. Ну, весьма такой грандиозный проект, да, финансирование. Кто вам сейчас помогает, и насколько все-таки вы пользуетесь какими-то, ну, какой-то государственной помощью? Или есть ли такая помощь или нет? Ну, государственной помощью мы относительно пользуемся, потому что есть востребованности у нас с бездонными животными, проблемы относительные. Соответственно, администрации, новокубешку надо дать должное. Мы очень тщательно подошли к подборке проекта, то есть, учли все нормы. А удаленность от жилых, чтобы когда мы дрессировали, все-таки это шум. Соответственно, подобрали квалифицированную саму территорию, чтобы это было водоснабжение, энергоснабжение. То есть, организация специальных дисбольеров и, как бы, других санитарных норм и требований. То есть, здесь с подборкой земли нам администрация нормально помогла, обещала, конечно, помочь и с коммуникациями, там, свет, вода. Как бы, идем к успеху, скажем так, да, своими средствами, своими силами. На данный момент мы опираемся на заинтересованных лиц, скажем так, которые радеют животными, которые хотят свою, как бы, изюминку сюда внести и, соответственно, пока за свои средства. А, Егор, скажите, пожалуйста, вот, все-таки пока вот сейчас идет стадия подготовки проекта, есть ли действительно специалисты, которые готовы уже приступить к выполнению своей задачи в плане подготовки собак именно для работы в зоне СВО? Ну да, конечно, безусловно, такие специалисты есть. Как-то планируется там у вас, да, в ближайшее время что-то открыть. Провели переговоры, да, с рядом кинологов, которые, некоторые из них принимали уже участие в СВО. То есть люди знают и понимают, что требуется от четвероногих друзей и на какие моменты необходимо их натаскивать. Кстати, вы подбирать будете только овчарки или еще какие-то другие породы планируются? Как отбор будет вестись? Ну, наверное, сначала это все будет происходить именно вот служебные собаки, то есть в первую очередь овчарки. Ну, дальше уже будем смотреть. Возможно ли вообще использовать собак дворовых, беспородных на службе вот в вашем проекте? Возможно, мы уже частично пробовали, то есть так как я... И еще спокойные дворлящики, которых вполне также несут функцию служебной собаки. Не то что даже, а некоторые как бы не специальные собаки, не служебные, назовем их им так, иногда проявляют такую инициативу, что даже тяжело адресировать. И вот, как вы правильно сказали, здесь уже важно в кузне, скажем, специалистов, которые увидят эту изюминку и сможет ее развернуть, как бы ограмку сделать, чтобы она полностью как бы... Собака воспринимает это как игру и как бы в радость это идет. Она как бы пытается... То есть вот это надо найти, не грань тоненькую, чтобы и не сломать собаку, и увидеть, что она более... лучше может делать. Участие в каких-то государственных проектах, грандах и так далее, насколько вы планируете как-то, чтобы... Да, гранты мы планируем. Или, так сказать, пытаетесь с твоими силами пока сделать все? Не, пока силами, но в основном рассчитываем гранты, то есть какие-то конкурсы, гранты, да, мы именно рассчитываем, подготавливаем. Вот представители у нас как раз некоммерческой организации, попробуем подготовить свой какой-то грант, предложить программу. Вы сказали, представители не коммерческой организации, а все-таки есть какая-то заинтересованность от коммерческих организаций? Она незначительная, но, например, большие предприятия для охраны спрашивают. Но это вот как раз защитно-караульная служба, это больше как раз кавказцы, а среднеазиатские овчарки, они просят именно крупных. То есть они готовы взять на свое содержание, но после обучения, чтобы как бы обезопасить тех сотрудников. Потому что все-таки кинологов не хватает, и они просто сотрудников, которые, ну, как бы будут заниматься кинологией. Есть такое. Спасибо большое. Ну, итак, время нашей интересной беседы подошло к финалу. Пожелаю вам удачной реализации проекта. Ну, а мы говорим вам до свидания. И еще раз обращаем внимание, что если вы столкнулись с плохим отношением к животным, пожалуйста, делайте замечание таким людям и говорите об ответственности. Вам всем хорошего рабочего настроения и мирного неба над головой. Ну, и вам, конечно, удачи в вашем большом проекте. Спасибо. Спасибо.